Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И решила я, ребят, поболтать с вами и обсудить ваши комментарии на своём канале как раз-таки про Уралочку. Ну что, поехали! Оля, добрый день! Говорит, что отвезли Абдугани и не может вспомнить. Думала-думала и, наконец, родила, придумала. Что мальчишку к репетитору английского отвезла. А потом говорит, что они долго искали. Где они искали репетитора? На турбазе, где заворотник закидывали в караоке. Искала и пела. Вруха! У бабки никак язык поганый не отсохнет. Ну, по поводу языка у Уралки он как помело. А на миле чё попало? Сочиняет на ходу, придумывает. Сказочница и ещё та. Самое плохое, ребят, то, что она не помнит, что она сочиняет. И потом всё по-новому. Вот это и правда беда, что бабка наша, ой, какая стала забывчивая. Ну, и, значит, прочитаю ответ к этому комментарию. И прям, вы знаете, вспомнила как раз-таки и про себя. Написала Наташа Фёдорова. Моя мама занималась репетиторством. Она преподавала английский язык в университете. И в основном набирала себе учеников из числа тех, кто собирался поступать на иностранный язык. И так готовила к поступлению. Долгое время считалась лучшим преподавателем английского у нас в Калининграде. Так у неё главным принципом на её занятиях было то, что она с учениками говорила только по-английски. И объясняла всё только на английском языке. А язык она знала как никто другой. С сестрой со мной она с детства дома разговаривала по-английски. Меня это подбешивало. Особенно, когда мама в общественном транспорте начинала нам что-то говорить по-английски. Но сейчас я понимаю, как нам, сестер, повезло с такой мамой. Вишенке тоже повезло. У неё мама тоже преподавала английский. Наташенька, не только мама. Но вот читаю твой комментарий и вижу себя. Моя мама тоже занималась репетиторством. Она дома тоже говорила по-английски. И меня тоже это иногда подбешивало, потому что я хотела говорить с мамой. Дома, как с мамой. Именно просто на русском языке. Но маме хотелось научить не только в школе, но и дома всех. Знаете, вот что касается Кочуры. Кочура, а что ты у меня не спросила? Где взять репетитора по-английскому? Знаете, сейчас проблем нет. Особенно, что касается репетиторов по-английскому. Сейчас в онлайн можно заниматься. Слушайте, прикупили Абдугани ноутбук, телефон крутой. И они теперь плачут, что он не хочет учиться. Он зависает у них бесконечно в играх. Лучше бы использовал этот же ноутбук и телефон. И онлайн учёбой занимался. Деньги на ветер, на эту гадость выбрасывают, на эту жрачку вредную, бесполезную. Лучше бы вкладывали в ребёнка. И нанимали ему действительно хороших репетиторов. Ну куда? Они же сами оба необразованные. Они только тогда начинают шевелиться, когда уже трындец. Когда понимают, что двойки и нужно что-то делать, надо как-то исправлять ситуацию, потому что снова останется на второй год. Вот поэтому, наверное, и решили найти ему репетитора. Хотя, ребят, не знаю, может быть и ничего они там не искали. А это, знаете, просто какая-то показуха. Я что-то, знаете, вот вообще даже не верю, то, что он ходит к репетитору по обычным там предметам, по русскому, по математике. Не знаю. Хотя, хочу сказать, что он получше стал говорить. И хотя он не всё, конечно, понимает, но Уралку прекрасно он понял, когда она с этими сырками в обрезанных валенках стояла с таким видом, набрав полные руки сырков. И сочиняла историю, как Абдугани захотел сырочков, да, ещё и придумала шоколадки внутри со сгущёночкой. Типа это он так объяснял. А то Абдугани уже совсем не соображает, что это не шоколадки, а что это сырки. И это надо было, слушайте, так подставить. Здесь она хорошо соображает, да, что касаемо обдурить, обмануть, оговорить, да, сочинить. Этого у неё не отнять. Но Абдугани прекрасно понял Уралочку, что она на него наговаривает. И глаза у него были просто шокированы. Он смотрел на неё и, типа, я что, типа, я ничего такого и близко не говорил. Что ты на меня наговариваешь с этими сырками? А по ней видно было, знаете, как будто её спалили с поличным, да, с этими сырками. Стоит, набрала эту гору прям полные руки. И Сарафан с камерой идёт. Уралка не ожидала, слушайте. И давай тут же на ходу сочинять, кто захотел сырков. Понятное дело, Сарафану бы она не сочиняла. Она увидела камеру и думает, ну всё, приплыли. Пора, блин, что-то придумывать. Ну и понесла такую вот ерундистику, подставив пацана. Короче, придумывала на ходу. А Ленка, как всегда, на канале у меня просто зажигает своими комментариями. Кухню надо в порядок привести, а потом шторы навёхонькие вешать. Скоро обои в суп упадут. Ну и ответ Иленке. Ленок, давай и юмор. Пусть панталоны из штор сошьёт поржом от души. Боятся, что в окна будут заглядывать. Они же звёзды. А то, что обои отваливаются, так это так задумано дизайнером. Да, ребят, дизайнер там один, походу, Сарафан. Можно было бы сказать, Уралка. Да Уралка даже шторы повесить нормально не может. Дизайнер же это. Там только и остаётся быть дизайнером Сарафану. Вот и получается, что там всё отваливается, всё в жиру, всё грязное, всё поломанное. Короче, вся мебель еле дышит. Главное, ребят, чтобы диваны не рухнули. Замечательный комментарий в стихах. Приветствую вас из Челябинска, Южный Урал. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо огромное. Как можно не любить меня? Ведь я святая простота. Варю, готовлю и пеку. По магазинам я хожу. Доход подписчики несут. И денег куры не клюют. Ну да, Уралочка у нас сама простота. Такую простоту поди ещё найди. Ребят, во весь рост в костюме не показал такое сокровище. Потому что ниже пояса, ну, якобы ужас в смайликах. Ну, а что ему там показывать ниже пояса? Ниже пояса она, может, и штаны эти не натянула. А надо же было сказать, что всё шикарно, всё подошло. Это же реклама, это же вот деньги текут рекой прямо к ним в карманы, да? Поэтому тут даже если не натянула, то нужно обязательно сказать, что всё шикардосно. Ну и про фильтры. Ты не я здесь такие фильтры поставил? Когда у костюм надела прям худышка. А мешок пеликаний аж танцы танцуют в разные стороны. Припляцывает. Ну да, ребят, фильтры сразу заметно. Их можно увидеть и по рисунку на обоях, и стены сразу какие-то перекошенные кажутся. Но главное, чтобы уралочка худёхонькая была. Не важно, что вот этот вот, как я называю, подрыльник скоро до пупа достанет. Ещё один комментарий как раз-таки на эту тему, на тему фильтров. В комментах к сегодняшнему видео одна хомячка восхитилась. Как ООО хорошо похудела. Прежде чем писать такую чушь, посмотрели бы на батарею, что за спиной у ООО. Там тоже одна сторона батареи сильно похудела. А Сафар всё любящего папашу изображает. Прочтёт комменты и давай парня тискать. Тот аж ошалел от таких нежностей. Читает он обзоры, если не сказать, что пасутся они с ООО здесь. В Зене всё предсказуемо, а здесь адреналин. А как ООО сегодня демонстративно показала пакеты с таблетками от суставов, это всё к вопросу об инвалидности. Ну, конечно, что якобы Уралочка лечится, лечится. Сначала жрёт, потом таблетками закусывает, пластырями заклеивает и так далее. Пока не придёт петух. Да не клюнет. Ну и последний комментарий. Зачитаю. Кухня грязная, а Бдугани и Сафа вечно голодные. Всё нажраться не могут. Зато Уралочка всегда без аппетита. Ест только воду ложкой по три раза. К сладостям она равнодушна. Блин, я знаю таких людей, которые мало жрут и весят 200 килограмм. Врут. Ребят, спасибо вам огромное за то, что вы пишете, комментируете. Спасибо огромное за ваш юмор, за ваши прикольные комменты. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.